Говорят, хороший человек празднику за неделю рад. Если это так, то в Пермской мэрии работают очень хорошие люди. Первые приметы праздника здесь появились за 10 дней до его наступления. Украсили даже лестничные марши и коридоры. По всему видно. Ждали особых гостей. Первоклассник 111-й Пермской школы Вадик Ахтямов растет с опекунами, бабушкой и дедушкой. Учится хорошо, любит истории про пиратов и футбол. Какой подарок ждет от Деда Мороза современный ребенок, вполне предсказуемо. Наутбук. Наутбук. А ты умеешь на компьютере уже работать? Да. В школе хожу на информатику. Вадик – один из 400 детей, которых глава города пригласил на елку в мэрию. За два дня здесь прошло 8 праздников, на которых побывали ребята из многодетных и малообеспеченных семей, те, кто растет в вмещающих семьях или испытывает проблемы со здоровьем. А еще победители Олимпиад и творческих конкурсов. Подобные елки в мэрии проходят третий год подряд. Я хочу вам всем пожелать в Новом году хорошего настроения, новых друзей, много улыбок и, конечно же, отличных оценок. И я очень верю и надеюсь, что ваше желание, которое догадаетесь вы под бой курантов, обязательно осуществится. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым счастьем! Синь, синь, откройся! Ура! С Новым годом! С Новым счастьем! Тебе понравилась елка сегодня? Да, понравилась. А что понравилось? Мне понравилось, когда к нам Василиса приходила и играла с нами. А мы Кушея победили, он танцевал, а мы его перетанцевали. И он потом убежал. Приходил председатель города Перми, поздравил нас с Новым годом. Эта елка открывает череду праздников, которые ждут ребят в зимние каникулы. На открытых площадках, в театрах и дворцах культуры города пройдут новогодние представления, спектакли, концерты, мюзиклы. Плюс в каждом районе Перми своя программа. План мероприятий есть на сайте городперм.ру. Юлия Алеева, Василий Дулепинский, Телевизионная служба новостей.